Уважаемые коллеги, благодаря моим коллегам из Санкт-Петербурга, в частности Гульфии Митхановне, я хочу выразить в определённой степени признательность, потому что она в какой-то мере облегчила мне представление моего доклада и рассказала об отдельных моментах по статистике, по патогенезу, по другим моментам, которые мы можем встретить в моём докладе. Я буду это сокращать, но при этом я, конечно, хочу отметить, что злокачественное новообразование желудочно-кишечного тракта – это наиболее распространённые заболевания, которые ведут к летальным исходам. И если мы говорим о хирургическом лечении, то его, как на сегодня мы понимаем, совершенно недостаточно, потому что показатели пятилетней выживаемости нас явно не удовлетворяют, а химиотерапия в самостоятельном варианте тоже дают скромные результаты, и после первой линии лечения часто отмечается прогрессия заболевания. В последнее время у нас появилась возможность использовать широко два таргетных препарата, но при этом у нас появилась также и опция иммунотерапии, которая стала возможной с 2017 года, когда ВДЕ одобрила пендролизумаб в США, а неволюмаб был одобрен в Японии. И, несмотря на эти достижения, всё-таки нас не удовлетворяют те результаты лечения, которые мы имеем у этих пациентов. Не буду здесь останавливаться на академических вещах. Единственное, отмечу, что рак пищевода преимущественно по гистологии, это плоскоклеточный рак, 87% случаев, а рак пищеводно-желудочного перехода и рак желудка – это всё-таки преимущественно аденокарцинома. Симптомы заболеваний нам хорошо известны, но то, что более половины пациентов выявляются на запущенных стадиях заболевания – это момент очень важный для нас. И отсюда более 60% больных имеют поражённые регионарные лимфоузлы, 30% больных имеют отдалённые метастазии при раке желудка. Не совсем, не намного лучше картина при раке пищевода, когда больше 50% больных диагностируются на поздних стадиях заболевания, но меньше 60% пациентов подвергаются операции, и 70-80% больных имеют поражённые лимфоузлы. Что можно сказать о целях терапии? Если всё-таки это локальная стадия, то пятилетняя выживаемость составляет 65% для рака желудка и 47% для рака пищевода. И здесь, конечно, в качестве основной цели лечения мы преследуем задачу излечения пациента и радикального удаления опухоли. Относительно больных, которые имеют метастазы в регионарные лимфоузлы, мы видим, что пятилетняя выживаемость значительно ниже. И здесь у нас, конечно, подключается тактика в плане палеотивной помощи, но также мы ставим задачу улучшения выживаемости и контроля заболевания как можно дольше. Если же всё-таки пациент приходит с удалёнными метастазами, то пятилетняя выживаемость крайне низкая – это 5%. И цели лечения здесь складываются в плане палеотивной помощи, уменьшения симптомов заболевания и улучшения качества жизни. Хорошо известный нам слайд, который представляет частоту соматических мутаций в экзоне, в парах опухоль, нормальная ткань. И здесь мы видим, что если рак желудка и пищевода стоят не на первом месте, но они не стоят и в конце, поэтому всё-таки нам, наверное, стоит подумать о том, можем ли мы применять иммунотерапию. И в этом плане давайте вспомним о том, что в основных механизмах, которые позволяют избежать опухоли, обнаружения иммунной системы, основными механизмами здесь следует выделить это вовлечение клеток и молекул иммуносепрессии, нарушение регуляции ингибуиторных молекул и экспрессии, комплекса иммуногистосовместимости первого класса. И всё это приводит к нарушению функций вовлечения активации дендритных клеток, снижает прайминг, ингибирование пролиферации Т-клеток и снижает функцию эффекторного звена. Если же мы будем уже говорить прицельно о раке желудка, то здесь общепризнана связь между инфекцией, хроническим заболеванием и развитием злокачественного процесса. Было показано, что в исследованиях у 50% больных экспрессия PDL1 коррелируется с степенью распространения вовлечением лимфоузлов и ухудшением показателей выживаемости. Также следует отметить, что гиперэкспрессия PDL коллерирует и с другими маркерами иммуносупрессии, в частности ФУКС-П3 и Т-регуляторные клетки экспрессии В7-H4. Ещё один важный момент. PDL-позитивные опухоли желудка и гастроэзофагиального перехода имеют в 16 раз больше CD8-плюс Т-клеток по сравнению с PDL-негативными и установлена взаимосвязь между наличием большого количества ТИЛ и улучшением результатов лечения, тогда как наличие клеток мелодного происхождения коррелировало с плохим прогнозом при раке желудка. И ещё один момент. В микроокружении опухоли желудка обнаружено наличие множества опухоли-ассоциированных макрофагов, которые подавляют эмологическую активность клеток. Мы сейчас всё-таки говорим об известном нам маркёре экспрессии PDL-1. И было установлено, что при стандартной химиотерапии PDL-1 экспрессия ассоциируется с плохим прогнозом. И мы видим слайды, представляющие выживаемость пациента в раком желудка и раком пищевода, которые нам это наглядно демонстрируют. В нашем арсенале имеются ингибиторы чекпоинт, которые мы можем использовать у наших больных. И мы их все хорошо знаем. Что касается анти-PDL-1, антител, они изучаются преимущественно в комбинациях, так же, как и анти-LA-4. Основные клинические исследования третьей фазы с иммунотерапией при раке желудка и пищевода представлены здесь на слайде. Мы коснемся практически всех из них, за исключением дживелин-гастрик, поскольку использование авиалумаба не привело к увеличению общей выживаемости, и таким образом он не используется в нашей терапии. Если говорить об исследованиях первой и второй фазы, то было в целом отмечено, что общий эффект при PDL с низким статусом менее единицы, и CPS меньше единицы или меньше десяти, дает не очень высокие результаты. Частота составляет от 6 до 12%. Совершенно по-другому выглядят результаты, если же эти показатели все-таки имеют более 1%, более единицы, и CPS составляет более 10%. То есть цифры меняются, это 14 и 30% соответственно. И общая выживаемость достаточно разнится от 22 до 45 месяцев. Поговорим сначала об иммунотерапии пищевода. Мне очень приятно в своем докладе анонсировать исследование, которое было зарегистрировано, показания по которым было зарегистрировано в этом году, в июне, в этом месяце, то есть и одобрено FDA. Это исследование Traction 3, которое было выполнено с участием пациентов раком пищевода после прогрессирования на химиотерапии. Включались больные, имеющие нерезиктабельный распространенный рак пищевода, которые были рефрактерны к химиотерапии первой линии, или спрогрессировали, или имели непереносимость препаратов фторурацила или платины, и в хорошем общем состоянии. Пациенты были разделены на два рукава. Препаратом исследуемым был неволюмаб, который использовался в фиксированной дозе 240 мг каждые две недели. Сравнение происходило с группой больных, получающих лечение токсанами, и далее пациенты наблюдались. Лечение проводилось до прогрессирования или непереносимой токсичности, стандартно, как это бывает. Основной целью было выяснение показателей общей выживаемости. И было показано, что общая выживаемость была статистически достоверно лучше в группе пациентов, которые получали неволюмаб. Было также отмечено снижение риска смерти на 23%, а медиана общей выживаемости составляла 10 месяцев по сравнению с 8 в контроле и достоверно отличалась от этой группы. Подгрупповой анализ также выявил преимущества по всем показателям в группе неволюмаба. И нас особенно, конечно, будут интересовать больные, получившие в предшествующем периоде операционное лечение или лучевой терапии, которые также получают выигрыш. И еще один важный момент, что PDL-экспрессия здесь не имела значения. Обе группы больных получили выигрыш в общей выживаемости. Еще одним важным моментом в этом исследовании явилось выяснение частоты и длительности ответов. И было отмечено, что при схожей частоте ответов достигнутые на неволюмабе ответы длятся почти в два раза дольше, о чем и свидетельствуют данные кривые. Еще одно интересное исследование Киноут-181 также нам продемонстрировало возможности использования пембролизумаба во второй линии лечения пациентов. Этот препарат сравнили также с химиотерапией, токсанами или иринотыканов. Но было получено, что в общей популяции общая выживаемость достоверно не отличалась от контроля. А что касается больных, имеющих плоскоклеточный рак пищевода или высокий СПС больше 10, здесь были получены выигрыши в общей выживаемости. Текущие исследования и наши перспективы в плане лечения рака пищевода касаются проведения дювантной терапии после предоперационной химио-лучевой терапии и хирургического лечения. Здесь также рассматривается возможность лечения неволюмабом и также используется возможность лечения в первой линии больных раком пищевода. Здесь рассматриваются возможные опции комбинации неволюмаб с эпилюмамабом, комбинацию неволюмабом с химиотерапией и, соответственно, третья рука в качестве контроля химиотерапии. Давайте дождемся этим результатом. Я думаю, что мы сможем расширить наши варианты лечения. Что касается молекулярных по типу рака желудка, то на них очень подробно остановилась Гульфия Митхановна. И я полностью согласна с ее мнением, что больные, которые имеют ассоциируемый с вирусом Эпштейн-Абар по типу и высокую микросателитную нестабильность, в первую очередь будут подходить для иммунотерапии. Но я бы сказала, что, наверное, больные со стабильным геномом, вернее, с хромосомной нестабильностью также в какой-то мере могут быть рассмотрены для этой опции. Клинически значимые биомаркеры для рака желудка и пищеводно-желудочного перехода, они хорошо нам известны, я не буду на них останавливаться. Но отмечу, что при наличии пациентов, которые имеют рак желудка, наше лечение касается эндоскопической резекции и хирургического лечения, но также есть возможности предоперационных вариантов лечения с химиотерапией, химиолучевым лечением, а также использование таргетных препаратов, направленных на HER2 статус, то при раке пищевода следует также помнить, что существует три типа опухоли по классификации СЮРТа. И здесь нам нужно помнить о том, что первый и второй тип классифицируются и требуют лечения как рак пищевода, а, соответственно, третий тип опухоли, которые расположены в кардиальном отделе желудка с распространением верх на пищевод, они всё-таки подвергаются лечению как рак желудка. И вот исследование Этрекшн, которое позволило нам оценить возможность использования терапии неволюмабом у больных, которые были хорошо предлечены в азиатской популяции. Пациенты при этом имели достаточно хороший статус, и неволюмаб был использован в дозе 3 мг на килограмм внутриведно раз в две недели. Сравнивалось лечение с плацебой и оценивалась прежде всего общая выживаемость, но также были и другие критерии, которые позволили оценить эффективность. Было показано, что контроль над заболеванием у этой сильно предлеченной группы пациентов составило 40% против 25% в группе контроля. Но главное – это общая выживаемость. И было показано, что медиана общей выживаемости достоверно отличается от группы контроля, и при этом мы видим те результаты трёхлетней выживаемости, о которой трудно даже представить, чтобы мы обсуждали при такой малочувствительной к лекарственной опухоли терапии, а это третья линия. И ещё один важный момент, что при достижении ответа на лечение, общая выживаемость была достаточно высокой и длительной. Это очень важный момент. Также для нас, клиницистам, не менее важным является и возможность предикции ответа от PDL-статуса. Но когда мы рассматриваем пациентов уже хорошо предлеченных, то здесь, скорее всего, это не будет иметь такого кардинального значения, поскольку мы видим, что кривые выживаемости в зависимости от PDL-статуса не имели значения, то есть они увеличивались и в той, и в другой группе. Исследование Checkmate 32 позволило говорить об иммунотерапии пациентов европейской популяции. Здесь неволюмаб рассматривался также в той же самой дозе 3 мг на 1 кг. Также был рукав, где рассматривалась комбинированная иммунотерапия неволюмаба с эпилюмумабом в двухдозовых режимах. И было показано, что неволюмаб эффективен у пациентов раком желудка и пищеводно-желудочного перехода, которые были резистентны к химиотерапии. При этом было интересно отметить, что больные, которые имели MSI high, так сказать, высокий уровень микросателитной нестабильности опухоли, показатели ответа были качественно-количественно выше. Но те пациенты, которые не имели высокого уровня микросателитной нестабильности, они имели ответы более длительные. Для нас в клинической практике важно идти и другие пациенты. Поэтому по-прежнему можем использовать этот вариант лечения у пациентов независимо от MSI high статуса. И ещё один момент, который хочется отметить, это объективный эффект и контроль над заболеванием, который был получен у пациентов европейской популяции с таким высоким предлеченным анамнезом. И выживаемость у пациентов, которые имели полтора года, составляет примерно 30%. Мы должны помнить о том, что эти пациенты... У нас недавно была пациентка, которую мы рассмотрели именно на лечение иммунотерапии при раке желудка, поскольку она была ещё в хорошем статусе, это молодая женщина. И, конечно, нам нужно было заниматься, продолжать ей. Вот сейчас она получает лечение именно неволюмабом. Ещё один вариант, который у нас есть у пациента в этих ситуациях, это пембролизумаб во второй линии. Исследование Киноут-61 показало возможность его использования в сравнении с поклитокселом. И было показано, что в группе СПС-1 не получается получить общую выживаемость в достоверном улучшении. А вот что касается пациентов, которые имеют высокий СПС больше 10, то здесь, конечно, общая выживаемость оказалась значимо выше. И медиана лечения пациентов на пембролизумабе составила более 10 месяцев в сравнении с поклитокселом с достоверными отличиями. Ещё одно исследование пембролизумаба Киноут-62 позволило сравнить пембролизумаб с комбинацией химиотерапии и, соответственно, в контроле с химиотерапией. И было показано, что в первой линии общей выживаемости пембролизумаб даёт результаты не хуже с химиотерапией. Может ли нас это удовлетворять? Ведь стоимость для нас тоже имеет значение. Но тогда, если мы рассмотрим всё-таки СПС более 10, тогда мы можем получить улучшение общей выживаемости. Что касается комбинации пембролизумаба с химиотерапией, то в этой комбинации, в этом исследовании не получилось улучшить результаты общей выживаемости безрецидивной при СПС более единицы и общей выживаемости при СПС более 10. Ещё один важный момент – это нежелательные явления иммунотерапии. Нужно сказать, что здесь наглядно представлено, если мы будем сравнивать те варианты нежелательных явлений, гематологическую, негематологическую токсичность иммунотерапии и химиотерапии. Мы видим, насколько отличаются эти данные как по частоте, так и степени выраженности. И, конечно, это всё представляет и делает ещё один аргумент в пользу выбора иммунотерапии у пациентов, которые имеют распространённый рак желудка и хорошо предлечены. Большинство из нежелательных реакций, если и возникают, то в большинстве случаев первые три месяца. И было ещё интересным моментом отметить в исследовании Трекшн-2, что общая выживаемость у пациентов с нежелательными явлениями была выше. Качество жизни пациентов было исследовано в Киноут 0,62, и было выявлено, что происходит значимое улучшение качества жизни больных за счёт уменьшения симптомов заболевания, в частности тошноты, рвоты, снижения аппетита и уменьшения боли. Ещё один момент, значимый для нас на перспективу, это иммуномодулирующее действие химиотерапии и в плане совместного использования иммунотерапии и химиотерапии. Было установлено, что некоторые препараты, которые мы используем в качестве цитостатиков, направлены на иммуносупрессивные клетки. Это непрямое иммуносупрессирующее действие. А некоторые препараты имеют прямое действие, они действуют на иммуноэффекторные клетки. И вот ещё также отмечено, что имеет значение дозирование препарата и низкодозное лечение, метрономное лечение запускает ангиогенные иммуномодулирующие эффекты. Также было установлено, что некоторые химиопрепараты могут усиливать иммуногенность опухоли, повышая её антигенность и иммуногенность. И таким образом мы также можем запустить иммуностимулирующие сигналы. И микробиом кишечника – один из важных моментов, которые также играют роль в иммунологических ответах, когда мы хотим рассмотреть этот вид лечения. Атрекшн-4 исследование, которое включало пациентов на первой линии лечения, оно уже представляло сочетание иммунотерапии неволюмабом с химиотерапией по схеме СОКС или КОПИОКС. Было сравнение этих двух схем химиотерапии. И было показано, что частота общих ответов разительно отличается уже здесь по цифрам. И мы видим, что здесь уже частота общих ответов достигает 85%, 90%, возможность получения полного ответа. И также значимым становится контроль над заболеванием 86% и 82% соответственно. Высокие цифры выживаемости без прогрессирования – 9,7 месяцев. И также обзор безопасности нам представляет о том, что эти пациенты имеют низкую частоту прекращения терапии и перерыва в лечении. Что касается перспектив на будущее, то сейчас проходят исследования больных, которые хотят получать лечение в первой линии терапии рака желудка и пищеводно-желудочного перехода. Здесь рассматривается прежде всего комбинация двух препаратов неволюмаба с анти-CTЛ-4 и перимумабом. Также рассматривается возможность химиотерапии с неволюмабом. Ну и, соответственно, мы, конечно, хотим знать, что это и как будет в сравнении со стандартными подходами химиотерапии. Адювантная терапия после операции. Также возможность использования неволюмаба в сочетании с химиотерапией. И еще очень интересный момент – это больные, которые имеют вирус-ассоциированные опухоли, где также рассматриваются возможности комбинации неволюмаба и эпилимумаба. Пембролизумаб, соответственно, также рассматривается в лечении больных, которые имеют ХЕР-2 отрицательный, распространенный рак желудка и гастроэзофагиальный переход, и в неодювантном лечении. Также эти исследования предполагают возможность использования с химиотерапией. Если говорить о персонализированной терапии, то в предыдущем конгрессе АСКО в 2019 году было представлено исследование, которое представляло комбинацию тростозумаба, пембролизумаба и химиотерапии. И было показано, что контроль над заболеванием у этих пациентов был достигнут практически у всех пациентов. Это, конечно, представляет редкую ситуацию, и поэтому это нас в какой-то мере вдохновляет на будущее лечение этих сложных больных. Чтобы сэкономить время, я понимаю, что оно уже подходит к концу. Я не буду сейчас останавливаться на перспективах подробно персонализированной терапией. Скажу лишь только о том, что это действительно очень актуально, и в этом плане ведется большая работа. Таким образом, при раке пищевода доказана возможность использования иммунотерапии во второй линии с увеличением показателей общей выживаемости. Больные, имеющие метастатический рак желудка, также имеют преимущество в показателях общей выживаемости, медианной общей ответа, длительности и частоты ответов на лечение. Также мы должны помнить о, конечно, прогностических биомаркерах, это PD-L1, CPS, больше 10, MSI, HI. Но больные на поздних линиях лечения можно добиться эффекта и независимо от того, как они выражены. Ну и, соответственно, перспективы лечения, о которых мы говорили достаточно весомо, рассматривая новые исследования, я на них останавливаться не буду. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует...